В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Дадут тепло. На этой неделе включат отопление в детских садах города. В ногу со временем в Сарове появилась умная остановка. Дважды серебряный призер чемпионата мира по русским шашкам Алиса Рубцова вернулась с соревнований в Болгарии. Далее расскажем обо всем подробно. Отопление в детских садах Сарова включат на этой неделе. Такое распоряжение дал глава города Алексей Сафонов. Специалисты начнут все необходимые работы в ближайшее время. Ранее о старте отопительного сезона в социальных учреждениях объявили в Нижнем Новгороде. В регионе с началом сентября похолодало, а температура воздуха днем держится на уровне 9-11 градусов выше нуля. При этом в ночные часы столбики термометров не поднимаются выше плюс 8, а средняя ночная температура составляет плюс 4, плюс 6 градусов. Департамент городского хозяйства начал мониторинг погодных условий. Тепло в дома поступит, когда температура на улице будет ниже 8 градусов в течение пяти дней. Зарядить телефон, зайти в интернет, отследить маршрут нужного автобуса, вызвать экстренные службы при чрезвычайной ситуации. У парка имени Зернова появилась умная остановка. Подробнее о ее функционале расскажем далее. Теперь ожидание автобуса не будет таким мучительно долгим. Скрасить время поможет умная остановка, которая появилась возле парка Зернова. Место для первого высокотехнологичного остановочного павильона выбрали не случайно. Сейчас это одна из самых оживленных точек города. В остановку встроено два монитора. На одном горожане могут отследить, сколько осталось времени до приезда автобуса. Другое дополнительное информационное табло. Там будет вводиться актуальная информация для жителей города. За моей спиной находится подсвечиваемая витрина. В ней будет размещаться афиша или социальная реклама. Соответственно, еще остановка оснащена тревожной кнопкой с видеокамерой, с помощью которой можно будет связаться с экстренными службами. Зарядничками для телефонов, вот под такими герметичными крышечками. Главное, кстати, не забывать телефоны, потому что при мне один молодой человек уже забыл телефон и сел в автобус. Во время ожидания автобуса можно будет посидеть в интернете, подключившись к местному Wi-Fi. Полностью свой функционал остановка раскроет в течение ближайшего месяца. Высокотехнологичный остановочный павильон – часть большого проекта по благоустройству города. Этот проект подразумевает расширение платформ «Умный Саров», которую знают многие жители. Она насчитывает сейчас порядка 50 слоев, как специализированных, которыми пользуются службы города, так и открытых для горожан. Ну и также в рамках этого проекта будет установлено достаточно много видеокамер в школах, в детских садах и на уличных объектах. Чтобы уберечь островок современных технологий от рук вандалов, на остановке установили камеры видеонаблюдения. 12 квартир, 9 трехкомнатных и 3 однокомнатных в доме по улице Зернова, 24, скоро бесплатно получат очередники. Администрация Сарова начала процедуру приема у подрядчика социального жилого дома. Квартиры очередникам передадут с чистовой отделкой, электрическими плитами и сантехникой. Переезд новоселов освобождает комнаты в общежитии и маневренном фонде, что в общей сложности приведет к улучшению жилищных условий примерно для 50 человек. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Размер туристического кэшбэка для поездок на Дальний Восток стоит увеличить с 20 до 40 процентов, заявила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Эксперты проанализировали данные и пришли к выводу о том, что нужно будет увеличивать предельный кэшбэк не до 40 тысяч рублей, а до 40 процентов. Это позволит нам увеличить именно средний возврат, сказала Дагузова. Эту меру поддержки нужно донастроить, так как пока доля кэшбэка именно по Дальнему Востоку невелика, пояснила она. Смертность более чем в два раза превысила рождаемость в Нижегородской области. Такие данные привел Нижегородстад. Так, за прошедшие полгода в регионе родилось около 12 тысяч человек, а скончалось 26 тысяч жителей. При этом в прошлом году эти цифры равнялись 13 и 30 тысячам соответственно. Напомним, что на сегодняшний день показатель смертности в регионе выше, чем общероссийский. Однако уже на протяжении нескольких недель он держится ниже, чем в 2019 году, когда еще не было пандемии коронавируса. Если вы не пользуетесь своим земельным участком, то чтобы сэкономить на налогах и взносах, вы можете передать его в муниципальную собственность. После город реализует его в рамках социальной программы для многодетных и малоимущих семей. О том, как отказаться от заброшенного огорода, нашей съемочной группе рассказали в городской администрации. Если владелец земельного участка не пользуется им и не хочет платить за него налоги, то он может передать свой огород в муниципальную собственность. Для этого необходимо подать заявление об отказе в Росреестр. Это можно сделать через МФЦ. Если же у человека есть правоустанавливающие документы, это, как правило, до 2000 года, и право собственности не учтено в Едином государственном реестре прав на недвижимость, тоже такое может быть, старые свидетельства, так называемые, то ему необходимо захватить с собой документ, вот этот старый, для подачи заявлений. Это может быть распоряжение администрации соответствующего года, там 90-е года, либо свидетельство о праве собственности 92-го года выдавали такие. Если старые документы затерялись, то их можно запросить в администрации или в БТИ. С момента прекращения права на земельный участок налоги и членские взносы бывшему владельцу больше не начисляют. Но стоит обратить внимание, если у вас до этого времени накопились долги, то выплачивать их все равно придется. При наличии долгов на земельный участок отказ от земельного участка, он возможен. То есть отказались от права собственности на земельный участок, но при этом обязанность по оплате начислений, значит, она сохраняется, и, соответственно, человек уже их может оплатить добровольно после даже прекращения права собственности. Либо принудительно также после прекращения права собственности. Это в зависимости от ситуации. Если право собственности на земельный участок не зарегистрировано, но у вас есть членская книжка, то отказаться от права пользования можно, написав заявление в садоводческое управление. В этом случае огород перейдет садоводческому товариществу. А земельные участки, которые владельцы решат передать городу, реализуют в рамках социальной программы для многодетных семей. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом, администрации города в 231-й кабинет или по телефону 990-37. Более 950 детей в этом году впервые переступили порог саровских школ. Для них началась новая насыщенная пора – учеба, интересные знакомства, первые домашние задания. Как сохранить здоровье своего ребенка в этот увлекательный, но непростой период, узнала Екатерина Опенова. Начало учебы в школе – это сильнейший стресс практически для любого первоклассника. Из привычного детского сада с его играми и прогулками малыши попадают в новый мир. Волнение и переживание – частые спутники ребенка, которые проходят период адаптации к школе. Адаптация – это 2-3 недели и до полугода дети находятся в таком состоянии. И как ребенок приспособится к школе, зависит от нас, взрослых. Мы должны создать комфортные условия для пребывания ребенка в школе. Правильное питание, режим дня, частые прогулки на свежем воздухе помогут пройти это время с минимальными потерями для здоровья и нервной системы малыша. Утром будите вашего ребенка не спеша. Лучше дать ему несколько минут полежать после того, как он проснулся. Готовиться к выходу нужно заранее. Не спешить, не собирать судорожные вещи. Иначе малыш сильно занервничает. Ребенок должен хорошо позавтракать. У него питание должно быть пятиразовое, как и в садике. То есть завтрак обязательно лучше дома. Потому что в школе они тоже плохо едят. Научить ребенка есть каши, запеканки, омлеты. Из питья лучше какао или крепкий чай. Между завтраком или обедом нужен перекус, лучше фруктовый. Не надо давать ребенку батончики, соки или какие-то сладости. Обед должен быть полноценный. Между обедом и ужином можно дать йогурт. Перерывы между приемами пищи не более трех часов. Более долгие промежутки могут привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Также в жизни ребенка должна обязательно присутствовать физическая нагрузка. Если ребенок пришел из школы, не сразу надо садиться за уроки. Дать ребенку отдохнуть, во-первых, погулять на свежем воздухе. Если ребенок остыничный, ослабленный, часто болеющий был в садике, то лучше ему поспать, час-полтора поспать перед тем, как начать домашние задания выполнять. На ночной сон первоклассника надо укладывать не позднее 21-21-30. Перед этим не включайте ребенку страшные фильмы, уберите гаджеты. Лучше дать почитать книжку или поставить спокойный добрый мультик. В этот непростой период адаптации будьте рядом с своим ребенком. Почаще обнимайте его и отмечайте успехи. Творческое объединение «Театралка» молодежного центра вовсю готовится к новому сезону. Сейчас молодые актеры начинают работу над следующей постановкой, в которой примут участие и новые артисты. Подробности далее. Новый учебный год в «Театралке» начинается с читки новой пьесы по рассказам Дмитрия Калинина «Кое-что о самом главном и не только». Это будет спектакль о взрослении, дружбе и любви. Премьеру постановки представится ровским зрителям после Нового года. Также в новом сезоне «Театралка» покажет спектакли из своего прошлогоднего репертуара с новыми артистами. Занятия в студии проходят четыре раза в неделю. В понедельник, среда, пятница, воскресенье с 15 до 17 часов. В понедельник встреча проходит в 6 часов вечера. Все наши занятия можно разделить, условно говоря, на три таких больших блока. Это актерское мастерство, сценическая речь и параллельно мы репетируем спектакли. Их, конечно, тоже можно отнести к актерскому мастерству, но все-таки я считаю, что это другое. К актерскому мастерству мы больше относим тренинги разнообразные с ребятами, обсуждение каких-либо произведений и так далее. И непосредственно выпуск и показ спектаклей. Хотя группу уже и набрали, но в течение года, как показывает практика, места обычно освобождаются. Поэтому, если вы всегда мечтали попробовать себя в театральном мастерстве, обращайтесь к руководителю студии «Театралка» Павлу Козлову. Мы, конечно же, ждем ребят от 14 лет. Желательно. Конечно, мы рассматриваем и 12, и 13 лет ребят, но просто им становится гораздо сложнее. Все-таки мы стараемся брать такой материал, тот же самый Бродский. Да, вот у нас был Шолохов, был Пастернак. Очень сложно ребятам в 12 лет вникнуть в эти произведения. Поэтому, конечно, лучше от 14 и старше, но мы можем рассмотреть и помладше ребят. А вот возрастного потолка нет. В студии могут заниматься и взрослые, и даже пожилые люди. Например, сейчас «Театралка» ищет женщину на роль в новом спектакле. Нам очень нужна женщина в возрасте. У нас в пьесе есть замечательный персонаж, ее зовут Баба Люба. Без Бабы Любы невозможно ничего. У нас, конечно, есть кое-кто напрямить, но если вдруг вы понимаете, что вы вышли на пенсию, и у вас есть куча свободного времени, и вы хотите провести его с пользой, пожалуйста. В этом году в студии новый педагог, актер Саровского драматического театра Артем Жуков. Чтобы узнать актуальную информацию театралки и задать интересующие вопросы, обращайтесь по телефону 8 920 037 31 99 или заходите на страничку студии ВКонтакте. В Болгарии 1 сентября завершился чемпионат мира по русским шашкам среди юношей и девушек. В основной классической программе Алиса Рубцова в упорной борьбе завоевала серебряную медаль и вновь поднялась на вторую ступень пьедестала почета. До этого аналогичный успех был достигнут в молниеносной программе. Несколько секунд на раздумья, ход, следующая доска. Сеанс одновременной игры Алиса Рубцова проводит не в первый раз. Летом юная спортсменка одержала 7 побед в одновременной игре на 10 досках. Секрет успеха прос, считает Алиса, важно уметь быстро оценить ситуацию развития партий и сделать верный ход. За время тренировок в объединении шашки Дворца детского творчества этот навык у нее отработался до автоматизма. Чемпионка города среди женщин, трехкратная чемпионка Нижегородской области среди девушек, многократная победительница всероссийских турниров, чемпионка России среди девушек не старше 11 лет. За плечами Алисы десятки успешных соревнований. Совсем недавно этот список пополнили еще две победы уже мирового уровня. С чемпионата мира по русским шашкам юная спортсменка привезла две серебряные медали. В турнире участвовало 16 стран. Канада, Франция, Польша, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Болгария, Россия. Чемпионат для меня запомнился тем, что там очень большой опыт ты получаешь, там очень тяжело бороться. К соревнованию в Болгарии готовились как теоретически, так и практически, рассказал педагог Олег Васенькин. А именно изучали определенные дебюты для игры, а затем применяли их на практике в состязаниях разных уровней. Впервые в его педагогической практике ученик соревновался с сильнейшими шашистами планеты. На вопрос о том, как расти чемпионов, Олег Григорьевич отвечает, что уже давно вывел формулу успеха. В ней есть три главные составляющие. Это желание самих ребят заниматься, прогрессировать, продвигаться в шашистом спорте. Это желание родителей поддерживать своих детей. Ну и желание тренера воспитывать таких звездочек, таких чемпионов. Заниматься с ними доставляет большое удовольствие, когда дети стремятся сами развиваться и развиваются, видят какую-то перспективу впереди. На достигнутом Алиса останавливаться ненамеренно. Сейчас она активно готовится к чемпионату Европы, который пройдет в октябре в грузинском городе Кабулете. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин